Дома номер 7 Дома номер 7 Могу также рассказать, что подвигло нас к этому. Не от хорошей жизни мы это. ТСЖ создали, товарищи со собственников жилья. То есть управляющая компания там где-то, да? Нет, в 2006 году как раз стала формироваться управляющая компания или ТСЖ. Да, никто не склонялся, что создать ТСЖ. Потому что ТСЖ тоже, я уже повторю, что мы не от хорошей жизни все это создали. У нас не было воды, плохое было отопление, подвалы были полные, канализации. Люди с первых этажей уже съезжали просто. Почему так было? Нерадивость управляющей компании? Тогда не управляющая компания была, тогда муниципальная же все это было. И МРЭПы тогда были. И вот они. 20 лет было нашим домом, когда мы создали ТСЖ. И 20 лет к нам никто не заходил. В подъездах двери, допустим, не было окна в подъездах тоже, все были выбиты. Воды, ни горячие, ни холодные, иной раз тоже где-то по неделе не было. И когда я, допустим, стала ремонтировать кран в квартире, слесарь сказал, что надо отключать весь дом. Весь дом был отключен на 3-4 часа. Почему? Потому что ни один стояк не держал. Я, конечно, ничего не понимала в этом. Мы решили эту халатность пресечь и создать ТСЖ, чтобы самим распоряжаться. Ну да, тогда такая возможность появилась. Вышел новый жилищный кодекс, и мы собрали инициативную группу. Было 10 человек. И давайте попробуем это все сделать. Ну, я вот знаю, что, собственно, вы инициативу взяли и относительно темы капремонта. У вас спецсчет у дома, да? То есть планируете ремонт провести пораньше, нежели определил вам оператор региональный в 2038 году? Совершенно верно. Мы создали свой спецсчет. Короче говоря, подсуетились в этом деле. Конечно, это было непросто все это сделать. Мы проводили не одно собрание провели. Два собрания у нас было. И очень много документов собрали. А сейчас у нас есть спецсчет. Деньги, которые жильцы платят по капремонту, они все идут на спецсчет. Спецсчет чем интересен? Спецсчет у нас, расчетный счет, он защищен. Мы сами контролируем, сами расходуем, сами организуем планирование и сами организуем ремонт. Ну и сами, конечно, следим за капремонтом. Ну просто у вас не ТСЖ сказка целая, коммунальная. Ну вот а тема мусора как у вас? Наверное, тоже нет. Или все-таки есть проблема? Тема мусора. С мусором. С мусором тоже проблемы. В каком смысле? У нас выводные контейнера. И вот уже, допустим, 10 лет, как мы, вот я встаю в 7 часов и до 9 часов я разгоняю транспорт. Легковые машины, которые ставят как автостоянка около нашего дома. Не только жильцы нашего дома, автомобилей, но и близлежащих домов. Конечно, это сложность. Почему? Потому что приезжает мусорка, так сказать, а контейнеры не может подъехать. Почему? Потому что все заставлено машинами. И вот я с утра разгоняю, вот уже на протяжении, допустим, 10 лет, я все разгоняю эти машины. И не только ведь я. Дело-то в том, что, допустим, по Никольскому 32, корпус 1, тоже там председатель, тоже с этим мучается. Конечно, идут навстречу нам и ГАИшники. Почему? Когда машина стоит, они говорят, чья машина, и я тогда успеваю сбегать в соседний дом, поднять водителя и угнать машину. Все-таки проблема только в парковках. А так в целом не сорят, чисто смотрите, контролируете. Ну, сейчас уже, конечно, после 3-4 года было трудно. Сейчас немножко полегче. В каком смысле? По управлению дома. Вот. У нас 10 членов правления. А сначала было 5, потом 7, потом 10. Чем больше членов правления, тем больше информации исходит по жильцам нашего дома, и тем мне легче контролировать. По общему собранию могу еще сказать, основываясь на своем опыте. Вот смотрите, общее собрание собственников. Давно хотела сказать. Вот. 50 и 1 голос надо собрать, чтобы провести какое-то решение, допустим, собрание собственников. Но пока ремонту 2 трети надо. Вот. Конечно, это очень сложно, очень большой объем работы, чтобы собрать всех собственников. Сейчас вышли изменения в жилищном кодексе 176 и федеральный закон, что можно уже и очно-звучно собрание проводить. Но все равно тяжело и сложно. Вот почему-то у нас на выборах, допустим, депутатов городской думы, депутатов областного собрания, допустим, в думу, и президенты даже выбирают, да, там не ограничено ведь. А мы 50 плюс 1. А там придет, допустим, ну 15, ну 10 процентов. Уже считается все состоявшееся. Понимаете? Вот надо какой-то этот процент бы убрать. Ну, вопросов, да, вопросов, наверное, много в этой связи. Потому что очень много все через собрание. Мы каждый год проводим собрание. Ну вот, возвращаясь, да, вот к нашей теме, а вот обращаются к нам сейчас, звонят Архангелогродка Алина Рыбенко. Вы представили ТСЖ со стажа. Могли бы помочь в создании ТСЖ в нашем доме? Куда можно обратиться за помощью? Какие-то, может быть, координаты ваши дадите? А потом все объясните. Дело-то в том, что у нас сейчас, не сейчас, а два года назад проводилась учеба. Проводил Зверев Виктор Тракимович и Попова, депутатов узнал. А вот сейчас, в данный момент, если вам позвонят, вы мне откажите? Я о чем говорю? Дело-то в том, что я уже создала многие ТСЖ и до сих пор сейчас веду. Конечно, пускай обращаются. Я никому не отказываю в информации. И, пожалуйста, приходит технико-экономическое обоснование этого дома, который хочет создать ТСЖ все полностью. Ведь прежде чем взять в руки свой дом, надо же обсчитать и тарифную политику, и технико-экономическое обоснование этого дома. У нас ведь как получается? Чем меньше дом, тем выше тариф. Чем больше дом, тем меньше тариф. Но люди не все эти понимают. Еще я хочу сказать, что самый минимальный тариф. Вот сейчас по тарифной политике очень много рассуждений идет. Прерву вас, Львовин Головин. Простите, как раз о тарифах. Мы просто будем говорить о региональном операторе по сбору мусора, который будет создан у нас в 2017 году. Сбор и утилизацией отходов он займется. Статус его функции пока до конца не ясны. Вот своими сомнениями поделился с нами председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Архангельско-областного собрания депутатов Андрей Анин. Что такое региональный оператор, какие суммы будут исчисляться, за счет чего будет содержаться региональный оператор, какой там штаб будет. И вообще, насколько повлияет сумма нагрузка на квартира съемщиков. Поэтому мы пойдем по пути, который нам указывает федеральное законодательство, закон, который был принят. Но все детали, наверное, будут в результате таких экспертных совещаний и подготовки соответствующих подзаконных актов, которые у нас будут приниматься. Сможем, наверное, ближе к маю-июнюю месяцам сказать, насколько это зависит вообще на качестве обслуживания и на платежеспособности наших квартиросъемщиков. Любовь Николаевна, как вам такая инициатива отдать сбор мусора на откуп региональному оператору? Не знаю, не анализировала. Это все надо проанализировать. Я могу сейчас просто сказать, что на основании федерального закона 176-го, да, с 1 января 2016 года мы должны были вытащить вот эти вот мусор, сбор мусора и провести его отдельной строкой, как коммунальную услугу. Ну что будет сделано с 1 января 2017 года? Да, но сейчас, по-моему, у нас чиновники еще не готовы к этому. Почему? Потому что надо было собирать сбор, осуществлять с одного человека. Это, конечно, сложнее. Мы сейчас все делим на квадратные метры. Нам приходит счет со спецавтохозяйства. Мы делим его на квадратные метры и никакого там дополнения, какие-то дополнительные сборы мы не производим. Вот счет есть, мы производим. Согласитесь, логичнее собирать с одного человека, с каждого... С одной стороны, да, логично. Но с другой стороны, у нас ведь не будет счетчика. То есть нам дополнительная работа, объем работы еще прибавится. Мы же не можем... Хорошо, я знаю своих жильцов, знаю, кто в гостях будет, знаю, кто проживает, кто, допустим, учится там или еще что-то. То есть дополнительно вот это. А так сложно будет. Любовь Николаевна, вот вы сказали, что знаете каждого из жильцов. И вот как-то сказали, что нужно менять психологию людей, воспитывать в человеке психологию собственника. А это как-то поможет сегодня? Конечно. Допустим, 10 лет назад были у нас, допустим, рассуждения о содержании многоквартирного дома. И сейчас очень даже изменилось. То есть у людей сознание меняется. Но у нас никто не занимается формированием чувства собственности у жильцов в наших многоквартирных домах. Но я считаю, что этим должны заниматься и депутаты, и средства массовой информации, и все. Одному председателю. Это же психология. Ничего не изменить. У нас, допустим, проблема. Это в каждом доме управляющей компании проблема с должниками. А мы до сих пор как-то все танцуем, танцуем вокруг этих должников и никак не можем добиться, чтобы они действительно платили вовремя. Но это же не мы должны заниматься. Должны заниматься стоящие органы. Любовь Николаевна, надеемся, что вышестоящие органы будут этим заниматься. А тему для новых бесед у нас с вами есть. Мы с вами обязательно повстречаемся. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.